Друзья, привет! Вы на канале 30+, с медицинским внутрицологом-психологом. И сегодня с вами говорим про кето-диету и женские гормоны. Мне часто пишут эти вопросы, потому что знают, что я на низкоуглеводном питании и достаточно давно, но я не в кетозе. Соответственно, поговорим с вами про влияние кето на женские гормоны и про то, вреден ли кетоз для вашей щитовидной железы. Давайте прямо это разберем. Это правда, что низкоуглеводные диеты, например, кетогенная и ограниченная калорийность, по калорийности диета снижают уровень максимально Т3. То есть, когда вы, грубо говоря, заходите на диету, Т3 может у вас снижаться. Это гормоны щитовидной железы. Т3 заставляет ваши клетки использовать больше энергии. И из-за ее функции ученые выдвинули гипотезы, что снижение уровня Т3 может увеличивать продолжительность жизни за счет сохранения энергии и уменьшения выработки свободных радикалов. Вместе с Т4 эти гормоны регулируют ваш метаболизм, частоту сердечных сокращений и температуру тела. Большая часть Т3 связывается с белковыми молекулами, а некоторое количество Т3 циркулирует в вашей крови. И другой момент. Гипотерез часто является случаем высокого уровня ТТГ и низкого уровня Т4. Гипофиз в этот момент пытается заставить вашу щитовидку вырабатывать Т4, но щитовидная железа не реагирует и низкий уровень Т4 остается. Плюс, когда Т3 снижается, щитовидная железа может сильно страдать. Китоз и ось кортизола. Ось кортизола с китозом очень связана. Это гипоталамус как раз таки в этот момент вырабатывает гормоны и взаимодействует с вашими надпочечниками. Нет, китоз не нарушает работу вашей гермональной системы. Верное и обратное. Действительно, китогенная диета действительно может принести пользу. Она способна улучшей стимуляции работы гипоталамуса. Нет никаких доказательств того, что китогенная диета каким-либо образом влияет на путь надпочечников и гипоталамуса. Некоторые данные показывают, что передача сигналов китонов используется более другой эффективный путь. Китогенная диета и кортизол. Да, действительно, кортизол печально известный гормон стресса, но начинается он невинно. И у некоторых он на обычной диете начинается. От перепадов сахара, от недосыпа, от некачественного питания. Некоторые под кето подписывают все, что угодно, но не кето. Они делают все, что хотят на своей диете. И говорят о том, что это кето. Это грязная кето. Многие люди об этом знают. И, соответственно, если мы с вами говорим про бегство от стресса или борьбы с ним. Как только у вас возникает какой-то в организме стресс, вы можете испытывать высокий уровень кортизола. И это означает действительно стабильно высокий уровень стресса. Избыток глюкозы означает повышенный уровень сахара в крови, что приводит к всевозможным проблемам. И знаете, бывают люди еще перетренировываются. Подумайте о своих приоритетах. Например, эффективен ли ваш хит три раза в неделю или достижение кетоза. Если вы придерживаетесь какой-то истории с перетренированностью, это может привести к резкому повышению уровня кортизола и другим гормональным проблемам. Кетогенная диета может не наилучшим образом соответствовать строгим тренировочным целям. Поэтому, если вы тренируетесь, подумайте, нужно ли вам кето. Многие, кстати, основной причиной этого является перетренированность, а не кетоз. То есть, кортизол возникает у людей, которые добивают себя тренировками и сидят на кето-диете. Другой момент, если вы употребляете в пищу продукты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, но без кето, и эти диеты не приносят вам удовольствия, то для чего это все? Если вы находитесь в стадии, когда у вас кето-грипп, то, в принципе, вы его переживете, но понимаете, для чего? Опять для того, чтобы вернуться туда, где вы были. Или другой момент, достаточно ли вы едите? Если вы кушаете очень мало, то, соответственно, многие, кстати, люди не испытывают голода или жажды еды, как раньше. У них нет проблем с соблюдением своего периодического голодания. Это круто, но не заблуждайтесь, те, кто придерживается кето-диеты ради ее пользы, обычно придирчивы, на самом деле, к почету своему, потому что они понимают, что не сам голод важен, а важны микронутриенты и здоровье организма. Потому что ограничение калорий вызывает только плохое самочувствие, как доказано, негативно влияет на гормоны, особенно у женщин. И в данном случае вы себя чувствуете плохо не из-за кетоза, а из-за того, что вы в таком состоянии. И ваши гормоны, возможно, уже не в порядке, то есть не кетоз причина. Если месячные всегда были плохими или у вас какие-то хронические болезни, боли в спине, сильные головные боли, которые нуждаются в консультации с врачом, то вы должны к нему пойти. И при кето кетоз не лечит вздутие живота при месячных, в то время как большинство других симптомов ПМС проходит. Боль в спине, судороги, вздутие живота остается. Это связано с огромным всплеском эстрогена и в этой части вашего цикла. То есть, еще раз повторяю, что судороги, боли в спине, это та история, которая может быть в принципе у вас. Если вы голодны, поешьте. Другой момент, после овуляции ваше тело готовится к выработке эстроген, прогестерон, которые могут вызвать чувство голода. И здесь очень важно с этим правильно бороться. Если у вас в семье стресс, вас окружают люди, которые вас гнобят, чмырят, уничижают, не верят в вас, то это может вызвать тоже стресс. Поэтому, когда вы выбираете окружение, постарайтесь находить с ними общий язык. Стресс может привести к гормональным проблемам, особенно у женщин. И управление стрессом может решить эти проблемы. Другой момент, вывод, кето не вредит вашим гормонам. Другой момент, у вас, например, ранее существовавший гормональный дисбаланс, невызванный кето, или гипогипертиреоз, также невызванный кето, он у вас был. Плюс у вас была перетренированность, либо недостаточное питание, либо хронический стресс. И здесь важно вот это все. Хотите знать, как это повлияло на других женщин в пожилом возрасте? Я говорила об этом в той своей старой статье, которую вы можете прочитать. В общем, все это супер важно для того, чтобы вы могли понимать, для чего и что вы делаете. Кето нужно не всем. Не все хотят. Не всем это действительно нужно. Поэтому гормональные вопросы можно решать и так. И если у вас и так проблемы с щитовидкой, гипотиреоз, низкая энергия, то это не всегда вопросы кето. Это вопросы, в принципе, к вашему организму, состоянию, образу жизни. И кетогенная диета регулирует расход энергии совершенно другим способом. И преодолевает гемоэнцефалический барьер. Это означает, что ваш мозг получает питание. А питание вашего мозга означает лучшую остроту ума и физической энергии. Вот и все. И вы чувствуете себя лучше, как будто можете делать все.